Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Татьяна Пыжонкова, министра молодежной политики, физической культуры и спорта на Рязанской области. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Я думаю, что 2016 год у нас уже прошел, и уже есть все шансы, варианты подвести итоги ушедшего года. Давайте с этого начнем. Да, безусловно, у нас есть определенные итоги, неплохие. Впервые Рязанская область по итогам Всероссийского смотра конкурса на лучшую постановку спортивно-физкультурной работы вошла в десятку лучших регионов. Этот конкурс проводит Министерство спорта Российской Федерации, он ежегодный. По разным направлениям оценивается деятельность регионов. Это и развитие физической культуры массового спорта, и достижение наших спортсменов, которые в спорте высших достижений себя проявляют, и достижение спортивного резерва, и адаптивный спорт, и финансирование отрасли, и состояние материально-технической базы, целый комплекс. И вот впервые мы вошли в десятку. И среди регионов еще идет градация по количеству населения. Вот мы входим в группу, где жители от 1 миллиона до 2 миллионов, и здесь мы заняли третье место. Перед нами только Тюменская и Калужская области. Поэтому впервые мы получали из рук министра спорта, на тот момент Виталий Юрьевич Мутко, диплом за вот такую проделанную в регионе хорошую работу. Правительство Рязанской области получило. Но нужно сказать, что на самом деле динамика неплохая, потому что по итогам 2012 года область была 60-я в стране. Потом мы стали 43-ми, потом 16-ми. И вот сейчас мы в десятке. Если говорить о том, сколько рязанцев занималось, массовая физическая культура и спорта, вот в 2012 году их было только лишь 13%, а сейчас их уже 33%. Поэтому здесь скачок в 2,5 раза. Безусловно, это происходит от того, что и создаются условия, и появляется интерес, и пропаганда спорта сейчас идет очень мощно. Поэтому вот такие результаты. И, безусловно, с центровым событием 2016 года, это была Олимпиада в Рио-де-Жанейро, впервые тоже Рязанский регион, наши спортсмены завоевали 4 лицензии на Олимпийские игры. Это большой труд, потому что получить лицензию на самом деле очень непросто. Это наш дзюдоист Миша Пуляев, это гребец Женя Луканцов, это наша известная паралимпийка Мария Богачева, которая, кстати, две золотые награды принесла на всероссийских соревнованиях, которые проходили взамен паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро, куда, к сожалению, наших россиян не пустили. Поэтому это тоже большое достижение. В регионе проходило очень много соревнований международного российского уровня. Только о нескольких скажу. На базе вновь построенной Академии тенниса имени Николая Николаевича Озерова у нас проходил Кубок Кремля, это международное соревнование, Кубок Европы, Кубок Озерова, различные теннисные статусные турниры. Проходило первенство России по самбо, по ММА, этап чемпионата России по пляжному волейболу и много других мероприятий. То есть это такая имиджевая составляющая региона, нам доверяют, нам заводят крупные соревнования. И для наших спортсменов, и для жителей это тоже очень важно. Нужно сказать, что в 2016 году мы открыли еще один новый ФОК в Спасске, на базе которого организовали спортивную школу Евпатик и Лаврат. Начали строительство большого центра единоборств, заменили футбольное поле на стадионе «Спартак» и приобрели оборудование. Это впервые в рамках федеральной целевой программы на две детско-юношеские спортивные школы Олимпийского резерва. В этом году мы планируем как раз достроить центры единоборств, мы получим прекрасный объект в Рязанской области. Также будет замена производиться футбольного поля в Старожилово. Мы получим оборудование еще для двух детско-юношеских спортивных школ, для трех детско-юношеских спортивных школ Олимпийского резерва. То есть вот эта работа продолжается. И нужно сказать, что сами наши учреждения, мы тоже говорим о том, что нужно и грантовую поддержку получать. В 2016 году школа Олимпийц за то, что попала по результатам спартакиады финала в пятерку лучших школ в стране, получила грант фонда поддержки Олимпийцев на 650 тысяч рублей. Тоже поменяли оборудование. Елатьма, наша дюж, которая находится в Касиновском районе, участвовала в конкурсе и привлекла полтора миллиона рублей для того, чтобы развивать адаптивный спорт среди детей. То есть вот такие вот изменения позитивные, они в сфере происходят, и мы, в общем-то, ими очень гордимся. И надеемся, что и результаты следующего года будут не менее хорошими. 2017 год уже ознаменовался, пожалуй, таким массовым зимним спортивным мероприятием. Лыжня Россия у нас прошла в регионе. Вот про Лыжню Россию. Расскажите что-нибудь. Оно на самом деле было массовым и очень таким добрым мероприятием, потому что все наши муниципалитеты на местах участвовали в проведении Лыжни России. Мы уже три года эту традицию как ведем, но в этом году 20 муниципалитетов присоединились к главному старту, который проходил в поселке Ворске на биатлонном нашем комплексе. Общий охват рязанцев, вот лыжней, все встали на лыжи, это более 20 тысяч рязанцев. На центральном старте более 5,5 тысяч. Погода была отличная, солнечная, настроение прекрасное, работала полевая кухня, было множество анимационных площадок. О двух только расскажу. В поддержку ГТО и в поддержку 19-го фестиваля молодежи-студентов, где наши волонтеры рассказывали о том, как будет проходить фестиваль, как можно стать участником фестиваля. А на площадке по пропаганде ГТО наш знаменитый лыжник, мастер спорта СССР Анатолий Бирюков проводил мастер-класс с детьми. Это тоже было очень интересно и здорово. И в этом, в рамках Лыжни России, взрослое население в этом году могло тоже сдавать нормы ГТО. И вот у нас отличились наши рязанцы. У нас 30 золотых значков среди взрослого населения, 3 серебра и 2 бронзовых значка. То есть вот этот процесс среди взрослого населения тоже начал осуществляться. Вот как, кстати, считаете, введение, сдача нормы ГТО, оно как-то еще улучшит ситуацию со спортом в нашем регионе, в частности? Ну, безусловно, потому что это, прежде всего, мотивация на здоровый образ жизни. И когда ты уже начинаешь учиться в школе, тебе со школьной скамьи говорят о том, что это здорово, это нужно. И ты, понимая то, что ты будешь лучший в этом плане, получишь определенные бонусы при поступлении в ВУЗы, что есть сейчас. Безусловно, это хорошая очень мотивация. А для взрослого населения, вы знаете, мне кажется, очень долго ждали, потому что в прошлом году были звонки, обращения. Теперь, пожалуйста, 29 центров тестирования в Рязанской области в каждом муниципальном образовании. Все ждут, все готовы. И в рамках официальных спортивных мероприятий, физкультурно-массовых, можно сдать нормы ГТО. Причем мы же еще сделали наши фоки, все доступные для населения. В каждом физкультурно-оздравительном фоке есть бесплатные часы для подготовки к ГТО. Поэтому милости просим. Спорт у нас сейчас развивается, все это достаточно доступно. И вот, как вы сами рассказывали, у нас даже есть паралимпийцы. Да, которыми мы гордимся. Да, которыми мы гордимся. Я вот, насколько знаю, есть у нас ребята глухонемые, которые вот очень здорово, вообще отлично выступают, добиваются результатов. Иван Никоев, например. Иван, да. Первое место на первенстве мира по грек римской борьбы среди слабослышщиков. А как вообще у нас в плане спорта для детей с ограниченными возможностями? Мы развиваем адаптивный спорт в Рязанской области. Если говорить уж отталкиваться от взрослых, у нас и Маша Богачева, Иван Никоев, Илья Лепилин, который в этом году стал серебряным призером на шахматном первенстве мира среди лиц с ДЦП. Поэтому 9 сборников в стране у нас в сборной команде России среди паралимпийцев. Очень большое количество медалей ими тоже завоевано. Поэтому нам есть чем гордиться. Нам есть что развивать. В наших спортивных школах есть отделение по различным видам спорта, которые связаны с адаптивным именно спортом. Так, например, на Центральном спортивном комплексе Рязани развивается легкая атлетика, плавание для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В Рыбном развивается теннис, футбол для людей тоже инвалидов. В Шилово и Михайлове тоже есть у нас тренеры очень сильные по бочи, по легкой атлетике, по большому даже теннису. Поэтому все это развивается. А на базе Михайлова мы создали Центр по адаптивному спорту, потому что там все условия созданы. И в рамках «Доступная среда» только в 2016 году наши школы «Метеор», который располагается в Михайлове, «Лидер» в Касимове, «Арена» в Шилове, улучшили условия как раз для проведения занятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Татьяна Пыжонкова, министра молодежной политики, физической культуры и спорта на Рязанской области. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!